В кризис дела идут хуже некуда. Перестали покупать даже те, кто никогда не платил. У Самарского авиакора похожая ситуация, поэтому пока нет авиазаказов, предприятие готово принимать заказы другого профиля. Авиакор будет производить, например, оснастку по документации заказчика, механическую обработку изделий из различных металлов, изготовление деталей, сварной конструкции и оказывать другие услуги промышленного производства. В общем, дела хуже некуда. Основную ставку авиакор делал на производство самолетов Ан-140, но из-за разногласий с Украиной, участвовавшей в проекте, работы фактически свернуты. Сейчас на заводе собирают последний самолет по госзаказу от 2008 года. Из-за срыва заказа на поставки Ан-140 у авиакора возникли проблемы с Министерством обороны России. Военные взыскали с многострадального завода 144 миллиона рублей в качестве неустойки. Оптовая стоимость подсолнечного масла в августе достигнет 57 тысяч рублей за тонну, а рост составил почти 90%. В начале предстоящего сезона, когда предложение сырого масла увеличится, его розничная цена только продолжит расти, предупреждают эксперты. При том, что за последние семь месяцев она уже увеличилась почти на 20%. Ключимым фактором снижения называют девальвацию рубля. Дополнительно на цену оказывает влияние сезонное сокращение предложения подсолнечного масла. Теперь надо понять, откуда в стране подсолнечное масло. Похоже, из-за рубежа везут, раз так девальвация сильно влияет. Просто если я ошибаюсь, то самое время к масляному вопросу подключаться в ФАС и прокуратуре. Половина туристов, посетивших Доминиканскую республику в первые шесть месяцев 2015 года, младше 35 лет. Такие данные приводят Центральный банк. Интерес к Доминиканской республике со стороны молодежи обусловлен широчайшим выбором возможностей для активного отдыха. Тут можно от души заниматься дайвингом, зиплайном, параглайдингом, рафтингом и всеми возможными видами серфинга. Пляж Кайт-Бич вообще вошел в топ-10 лучших пляжей мира для активного отдыха. Помимо разнообразия возможностей для активного отдыха, здесь также расположено множество ресторанов, баров и ночных клубов на любой вкус. Правда, цены на поездку из России далеко не дешевые, так что наших туристов в Доминикане, увы, немного. Курс доллара на 24 августа 68 рублей 12 копеек. Курс евро 76 рублей 67 копеек. Золото стоит 2517 рублей за грамм. Серебро стоит 33 рубля 86 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent 44 доллара 24 цента за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова